ребятушки всем привет как и обещал делаю прямой эфир дорога позволяет пробки сейчас подождем когда народ подтянется эфир сегодня у нас на тему на тему профиля профиля всем всем привет 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 андрей темыч привет всем привет подсоединяйтесь ждем ждем побольше саратов смотрю на связи всем привет еду вот покажу вам полный багажник профилей на голубя сайт заработает со дня на день фото приманка . ру уже работает в тестовом режиме так смотрим смотрим всем всем привет питеру привет волгограду привет всем ребята привет сегодня день такой плодотворный начну потихонечку рассказывать ну то что профиля голубя вы видели они такими и остаются пока в данный момент на этот сезон именно такими мы их потестируем как следует есть вопросы по воронежу тоже привет есть вопросы по цвету одной позы но сразу хочу сказать что это поза сторожевой голубь который сидит грудью к смотрящему ну то есть налетающему голуби поэтому соответственно у него грудь немного яркая и это добавляет очень хорошо заметности со стороны это это не однообразная серая масса которая сидит на земле которую очень хорошо видать издалека ну а сейчас ну хочу рассказать немножко о профилях гусей значит сделано две модели не две модели два вида это белощекая козарка и белолобый гусь значит изначально планировалось и то что вы увидели сегодня фотографии как говорится непосредственно с производства с пекарни вместе с мастерской где это все у меня происходит у нас значит у нас была идея выпустить комплект будет 12 штук сразу скажу ничего не поменяется всем 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 привет кто нас смотрит понимая что кто-то еще на работе но я эфир сохраню можно будет посмотреть может быть его даже залью в youtube чтобы там ребята подписчики наши посмотрели значит комплект будет 12 штук как тех и тех то есть белощекой будет 12 и белолобиков 12 значит планировалось семь поз на 12 гусей белолобиков и шесть поз на 12 гусей казарки в итоге мы остановились на четырех позах разных у белолобика и трех позах у казарки я могу вам по порядку сейчас показать у меня все образцы здесь с собой есть именно образцы те которые мне не очень понравились и те образцы которые будут запущены в линию и уже я думаю через недельку желающие смогут успеть перехватить казарку белощокую основная масса будет доступна к заказу где-то ну я думаю концу августа я не буду торопиться хочу чтобы все сестренка привет жизнь привет тоже меня смотришь значит основная партия будет запущена к сентябрю месяцу как раз когда нужно будет выдвигаться на болото за гусем и мы туда тоже обязательно поедем тоже обязательно будем охотиться с козарой именно для этого ее и делаем собственно делаем чтобы они были легкие максимально компактные удобные в переноске и самое главное они были реалистичны и заметны значит давайте по комплекту что мне не понравилось ну начнем я думаю с белолобиков пока могу была такая поза усика вот он я от этой позы отказался сейчас я чтобы она не отсвечивала вам они не бликует это засветка стекло плюс уличный свет все создает так они матовыми это кормящийся мы от нее отказались не такая она заметная и реалистичная как хотелось бы чтобы она была следующая поза от которой мы отказались вы можете задавать вопросы всем всем привет пишите чучела это не чучела это профиля конечно плоские дим плоские это плоские профиля основная дань компактности и максимум реализма при минимальности веса и объема в багажнике следующая поза была вот такая вот она красавчик я тоже решил от нее отказаться от этой позы не не такая она заметная со стороны нет тех черт которые привлекают внимание птицы пролетающей поэтому мы решили от нее отойти это уже две позы я вам сказал которые отошли еще одна есть это сторожевой гусь вот так вот он выглядит сторож классная прорисовка классная детализация но мне не нравится размер который будет транспорта не будет будет не таким транспортабельным как хотелось бы то есть это тема чего огуре тоже можно сделать но мне нужно сначала по фотографироваться с огурем потому что все позы эксклюзивные все позы оригинальные мои и то как я вижу в принципе вообще проблем нет с огурем ну и утка тоже будет обязательно значит от этого тоже отказываемся как бы он останется у меня мы с ним будем обязательно охотиться возможно мы когда-нибудь вернемся он останется в том виде какой он есть если нам в итоге понравится это мы в конце концов может быть вернемся к этой позе потому что он есть он отрисован сделан проблем запустить его в линию нет но мы решили сейчас уйти от него а теперь хочу рассказать о тех позах которые мы оставляем значит поза сторожевого вот такой вот красавец с белым подхвостем с четкой линии границы крыла с шикарной грудью с красивейшей головой естественно он с двух сторон точно такой же с матовой такой с матовым нанесением максимум детализации эту позу оставляем она будет в комплекте белолобиков и этой позы в комплекте будет целых пять штук считаем пять штук ребят пять таких вот птиц сторожей почему пять я в конце сейчас расскажу вам когда закончу обзор значит оставляю две позы отдыхающих мне очень понравилась эта поза это гусь который ну в действии очень сейчас я вам покажу очень мне вот это подхвости нравится белое и черта ну и плюс детализация естественно максимальная детализация с двух сторон поворотная голова гуся гуся в движении то есть это придаст живучесть стае и стая будет максимально живой так всем 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 помахаю помашу в смысле кто присоединился еще одна поза из отдыхающих это поза такой он полу отдыхающий полукормящийся реально он я когда делал этот снимок гусь брал траву но мне очень поздно это зашла за счет своей детализации ну текстура пера и вот этого белого подхвостя в сочетании с линией очень классно выглядит причем голова у него достаточно естественно они все очень жесткие и ну долгоиграющие не так как привыкли думать себе что такое сотовый поликарбонат многие значит их будет по два каждого вида в комплекте и того уже девять штук и девять да правильно и три штуки будут кормящихся кормящихся будут кормящихся будет выглядеть вот так это классный гусь кормящийся в движении у него голова не такая опущенная классная подхвостя он со стойкой стойка голубиная про стойки сейчас вам тоже скажу ну вот собственно их будет три и того у нас комплект будет состоять из пяти сторожей трех кормящихся и четырех отдыхающих и того получается двенадцать гусей причем у нас в стороже у одного отдыхающего голова приподнята что его тоже как бы такой сомнительно сторожевой вид переносит у кормящегося тоже голова не приторнута в самую скажем самую землю что делает его тоже максимально заметным и пять сторожей тех которых мы можем группировать те которые максимально заметно издалека пролетающие птицы ну и те кто охотится на гуся а самое главное те кто анализирует всю ситуацию тот прекрасно понимает что когда подлетает идет на лед и птица сидит на земле она конечно же поднимает голову мало кто из птиц продолжает спокойно кормиться все настораживаются начинают смотреть приподнимать голову поэтому это все тоже учтено именно в разнообразии поз значит так давайте гуси белолобые русские значит что я вам хочу сказать стойка по стойке гусиной значит стойка будет размером в районе 55 сантиметров это будет базовая стойка она будет достаточно длинная для сравнения вы можете увидеть вот эту вот стойку которая 30 глубинная она 30 55 она будет еще больше стойка будет такая же из столистой проволоки из пружинистой проволоки покрашена порошковой краской серой не не сдираемой и самое главное что она не будет ржаветь просто по-другому никак нельзя сделать ну не хочется чтобы эти чучела проржавели эта стойка проржавела внутри этих сот ну зачем это надо 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 чтобы все было четко поэтому стойка будет обязательно порошковой краской обработанной и будет максимально жесткой проволоки спружинистой сталистой проволоки что позволит втыкать ее даже в самый твердый грунт и не поворачивать профиля на сильном ветру значит и вторая стойка будет доступна отдельно к заказу в размере 75 сантиметров эта стойка будет специально сделана под охоту на севере мы не будем группе компоновать чучела отдельно 75 стойка отдельно 55 будет базовая комплектация 55 стойка дополнение можно будет взять комплект стоек 75 для работы с мхом для работы с большим слоем снега когда нужно будет глубоко поставить профиль значит с белолобиками разобрались если у вас есть какие то вопросы пишите я постараюсь ответить на них тём сумку да сумку слушай я ты же получил профиля там коробка слушай я в гусях вообще пока даже не хочу делать коробку все это очень удорожает чтобы у нас сделать маленькую сумку это нужно сделать их там 10 тысяч штук и я тебе честно скажу тём сумку ни одной сумки я не видел в россии кто бы не делал чтобы она была прям вот ну прям вот такая вот прям вот поэтому слушай сумку да думаю о сумке понимаю что она нужна и буду смотреть все же в сумку в плане такого как используют рыбаки то есть с пвх материала сварная вот такого плана чтобы нее можно было скинуть если что и добычу и дичь и принести воды ну то есть такую универсальную вещь не знаю может что-то кто-то посоветует может кто-то что напишет на что обратить внимание но не не видела такого чтобы вот прям вот взять и чтобы было очень хорошо удобно и недорого и не удорожало сам конечный продукт так кто спросит сергей спрашивает когда ты в каком-то видео обещал скрадок да ребята товарищ который занимается у меня с лесаркой сваркой приболел маленько сейчас мы это все дело затя и обязательно он будет ну постараюсь очень сильно к открытию августовской охоты давайте уже так как посмотреть время какое мы тут в эфире с вами так ладно давайте уже про гусей белощеких про казарку научиться бы еще их выставлять нежели нежели сминаемые чучела никакого проблем никаких проблем ребят нет с расстановкой вообще абсолютно сниму видео покажу понятно что начинающие охотники они не охотились никогда с профилями мы в своем детстве все начинали с ними охотиться у меня до сих пор есть и переделанные с объемными головами профиля с живых гусей выделанных и на северах до сих пор используют профиля это незаменимая замена объему и легкость и компактности скрадок ждите обязательно будет спасибо что смотрите значит итак белощока казарка планировалось сделать 6 поз остановились на 3 какие позы убрали убрал позу оглядывающуюся вот такая вот ну что то мне как то не зашла мы ее попользуем попробуем но не пошло их должно было быть две в комплекте убрал вот такого вот сторожа в принципе неплох в принципе неплох но есть поинтереснее момент и убрал двух кормящихся они одинаковые я покажу сейчас вот такой вот кормящийся вот он вот с двумя окончаниями хвоста достаточно объемный но это объем уже подправили и по цветовой гамме тоже то что у меня сейчас оно в образцах будет все одинаково все очень будет хорошо сделано значит оставили сейчас я вам скажу и вернее не скажу а даже покажу что оставили три варианта первый это сторож такого плана видите то есть он сидит более светлой частью более темный как бы сюда на зрителя на того кто смотрит очень реалистичная под хвостя получилась и грудная клетка вот его оставили оставили в комплекте эта поза будет сейчас еще покажу вот такой вот кормящийся вот он он красавчик он уже поменьше размером идет у него шикарная детализация под хвостя здесь немножко в под хвостя будет доработка будет скругление по радиусу не будет острых частей ножка логотип белая под хвостя черная грудь может быть матовым попробую сделать флакированным посмотрю ну это уже для отдельных скажем так моментов так и еще у нас будет один сейчас я вам покажу его еще один будет отдыхающий сейчас проедем немножко до пробки отдыхающий еще будет того три кормящийся сторож и отдыхающий но отдыхающий он будет тоже в направленность к сторожу то есть с максимальной заметностью и максимальной реалистичностью со стороны это очень важно вот он красавчик вот он сторож с большой черной грудью с классной грудной клеткой и с рябым с рябой прорисовкой крыльев это тема прям вот максимально заметно со стороны я их поставлю на глубинные стойки и в ближайшее время смотрите выложу фотки как они выглядят со стороны именно поставлю вот те позы которые будут в комплекте в том количестве в каком они у меня сейчас есть в комплекте я сейчас вам скажу сколько их будет у меня значит шесть штук будет кормящихся три штуки будет отдыхающих и три сторожа соответственно шесть штук будут те которые головой вниз и шесть штук те которые головой вверх ну потому что отдыхающий он такой 50 на 50 отдыхающий вы его увидите я сейчас за рулем не буду показывать вы его увидите в сравнении на фотографии в поле выйду в поле поставлю на днях и сделаю фотографию может быть сегодня сделаю посмотрю тем сделаем огоря сделаем не уверен что к этому сезону очень много чего хочется сделать и хочется сделать хорошо и ну и чтобы это было с направленностью под сезон вот попробуем основное это вот казарки так что касается вопросов по поводу стоимости ребята уже писали мне в сториз этот в директ по стоимости по стоимости сейчас сложно сориентировать но так за травку сделаю это будет не более 7000 рублей за комплект постараемся выйти в эту цену чтобы было максимально доступно для всех если если кого-то интересует более подробно и кто-то уже хочет сделать заявку то пишите пишите в директ все заявки обработаем и как только будет готова коробочка я готов вам их заслать если кому-то не нужна коробочка можно без коробочки зашлем в том что есть чтобы не повредилась во время транспортировки слушайте да вот вопрос по белой полосе нет них не буду красить белую полосу сотик 4 миллиметра делали съемки с квадрокоптера летали со всех сторон не не незаметно это полоса я даю там 200 процентов прямо сейчас что эта полоса не будет являться ну не будет отпугивать даже самую осторожную птицу настолько реалистичная реалистичная картинка настолько она приближена по яркости к живой птицы что ну вариантов нет о том что белая полоса и тем более она сверху я вам скажу из собственных наблюдений что птицы очень хорошо маркируют со стороны очень редко когда гуси летят и голову наклоняя смотрят вниз у них глаза находятся сбоку то есть в любом случае он летит маркирует со стороны но бывает конечно что они смотрят как и любая другая птица наклоняет голову смотрит вниз но я не думаю что он уверен даже что он не будет такая палить эту полосу которая может вносить скажем так сомнения у человека что она за что он заметит птица заметит ее ну практика покажет опыт покажет и поверьте что не будет это влиять не будет влиять на результативность куда важнее еще умелая работа манком и маскировка что тоже немаловажно но реалистичность чучел играет ну отчасти большое значение и по большому счету для меня важно как для охотника практика именно который проводит очень большое время в поле для меня важен вес объем и реализм даже бы я расставил объем вес и реализм объем я имею ввиду при транспортировке вес при переноске скорость установки добавлю еще и реализм делая такие приманки делая профиля надо делать их максимально реалистичными это само собой поэтому вот первые три составляющие являются наиболее важными для меня и они отвечают всем я так получу стойку 55 выложу фотку сколько весит профиль с 55 стойкой я не буду ничем Сергей разбавлять я буду только профиля использовать Кирилл у меня нет таких девочек как у вас Андрей вот вопрос по стойкам я уже выше ответил не знаю может быть этот как его да Кирилл пишет лайк лайк для большого уровня снега будет увеличенная стойка будет стандартная 55 она будет тоже достаточно длинная ну то есть ну для сравнения не знаю давайте вот на этом покажу на белолобике здесь стоит стойка от голубя и она тоже в принципе может использоваться но тогда чучело будет очень низко стоять мы любим когда стоит очень высоко значительно высоко тем самым давая максимальную заметность со стороны пролетающей птицы но стойка позволяет опустить их вниз принизить но для болота будет 75 стойка отдельно увеличена она будет ну 75 сантиметров представляете она будет еще больше есть еще длиннее длиннее можно будет вставлять мох в мягкий грунт мы попробуем ее использовать где-то в снежных местах весной ржаветь не будет однозначно так нет не такие будут как у голубей ну я уже в принципе сейчас ответил 75 да выше крыши я смотрел на своем образце думал 80 сделать ну 80 перебор а уже транспорт транспортабельность и вес добавится ну вы все в курсе что профиль голубя весит там в районе 20 грамм а стойка весит в районе ну там 45 примерно грамм то есть грубо говоря комплект голубя весит чуть меньше там 900 900 с чем-то там грамм да образно там плюс-минус если стойка 30 сантиметров весит 45 грамм то 60 сантиметров пускай 55 она будет весить уже 80 грамм сам профиль я думаю ну я приеду домой сейчас взвешу его сам профиль весит где-то грамм 30 то есть как мы и обсуждали комплект из 12 штук должен весить не более 2 килограмм это вот прям вот железно если будет весить более 2 килограмма с этой стойкой значит будем укорачивать стойку потому что вес каждые 5 грамм на каждое чучело даст на 100 чучел 5 килограмм поэтому это очень важно будем это корректировать так 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 ну вроде как все на все вопросы ребят дал ответы спасибо что присоединились посмотрели так ну в общем то пишите пишите в директ кому интересно всех отметим обязательно и следите за новостями сейчас буду почаще выкладывать фотографии с поля чтобы можно было посмотреть определиться ну по комплектации я уже сказал еще напишу отдельно постом в каких комплектах будут какие позы и выложу их фотографии поэтому давайте всех обнял всем хорошего настроения всем добра гармонии побольше времени на наше с вами увлечение все жму руку всем пока